На повестке сегодня 14 важных вопросов. Традиционно в первом квартале различные структуры подводят итоги ушедшего года и делятся планами на будущее. Свой отчет предоставила и Березняковская городская дума. Представительный орган состоит из 28 депутатов, которые работают в трех комиссиях и в Совете Думы. За прошлый год народные избранники рассмотрели порядка 380 обращений граждан. В основном это коммунальные вопросы, частые отключения водоснабжения, аварийное жилье и расселенные дома. Сколько заседаний выездных было совершено в прошлом году и какие вопросы на них решали? В прошлом году у нас прошло одно официальное выездное заседание, которое прошло в доме Брагина в комплексе Устоли и Строзновской. Цель этого заседания была посмотреть правильность и рациональность распользования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию данного исторического комплекса и посмотреть дальнейшие перспективы его развития. В 2023 году Думой было принято 133 решения. Безусловно, все они важные, но какие вы бы могли выделить? Да, вы верно сказали, у нас неважных решений не бывает, но отчасти это, наверное, знаковый год. Во-первых, в начале года, в феврале, тайным голосованием Березниковская городская дума собрала главу города Березники Казаченко Алексея Алексеевича. Также хочется отметить такой документ, как генеральный план города Березники. То есть это научно обоснованный труд, очень объемный, который позволяет сделать определенные прогнозы и планы на дальнейшее развитие нашего города. Также во время заседания парламентарии заслушали и отчет о деятельности полиции за прошедший год. Как решается проблема дефицита кадров правоохранителей и что делать с подростками УЦУМа. Об этом расскажем в ближайших выпусках наших новостей. Елена Катаева, Кирилл Еранцев. Наши новости.